На базе проземлянского селесполкома в рамках акции «Единый день безопасности» была организована встреча представителей заинтересованных служб и ведомств с наиболее уязвимой категорией граждан, склонных к правонарушениям, попадающих в различные нештатные ситуации и употребляющих спиртные напитки. Участниками этой встречи стали 26 граждан, проживающих на территории вышеназванного сельского совета. Все присутствующие получили брошюры по безопасной жизнедеятельности. В ходе мероприятия председатель сельского совета Николай Иванович Ярох сделал акцент на совершаемых людьми правонарушениях и привел статистические данные по республике в целом. Затем слово предоставил Анатолию Анатольевичу Мальцу, врачу-наркологу Чашницкой больницы. Он более подробно остановился на проблеме пьянства и алкоголизации населения. Болезнь алкоголизма на учете у нас в зоне обслуживания в Чашницком районе состоит на диспансерном учете 641 человек. На консультативных учетах состоит около 800 человек. То есть это взять полторы тысячи. Всемирная организация здравоохранения посчитала, что тенденция роста алкоголизма во всем мире растет. Значит, в 2000 году больных алкоголизмом было 140 человек, 140 миллионов. В 2010 уже 208 миллионов. При такой тенденции в 2050 году число больных алкоголизма в мире может превысить 500 миллионов человек. Привел несколько примеров, ярко отражающих последствия этой пагубной привычки. Анатолий Анатольевич рассказал о путях возможного предупреждения алкоголизма, раскрыл механизм оказания медицинской помощи в возможном лечении в специализированных учреждениях. Затем присутствующим были показаны яркие видеоролики, отражающие последствия этой пагубной привычки. Начальник Чашницкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Алексеевич Вишневский рассказал присутствующим. О пожарах и других нештатных ситуациях, совершаемых в основном проблемным контингентом. То есть гибель в чем происходит? Выпил, закурил, все, возникает пожар, а человек в состоянии алкогольного опьянения не может очнуться, не может услышать запах дыма. Поэтому я бы вам всем рекомендовал, чтобы установить автономный пожарный освещатель в своем жилище. Он сообщит, если даже небольшое, незначительное количество дыма, от печки, от сигареты, от электропроводки, по крайней мере, может, в целом, вашу жизнь спасти. В категорию риска попадают также и люди пенсионного возраста. По данным статистики, основной причиной гибели людей на пожарах является неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Начальникам Чашницкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям были рассмотрены конкретные несчастные случаи, которых можно было бы избежать, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности. Затем приглашенным продемонстрировали видеоролики от МЧС, рассказывающие о правилах поведения при пожаре, правильном использовании электроприборов, опасности курения в постели и возможных механизмах предотвращения беды. Заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Чашницкого районного отдела внутренних дел Сергей Федорович Дягилев рассказал о видах преступлений, совершенных на территории нашего района. Озвучил статистику и отметил, какие меры принимаются по профилактике правонарушений. Просьба большая. Смотрите за своими детьми. Что они смотрят в интернете, в телевизоре, потому что сейчас много чего можно увидеть, много чего для них не нужно. Особое внимание уделялось и вопросам детской безопасности. Подавляющая часть преступлений, как сказал сотрудник РОВД, совершается в быту после совместного распития спиртных напитков. Многие из которых поражают своей жестокостью. Он обратил внимание на тесную взаимосвязь пьянства и рост преступлений по вине людей, именно употребляющих алкоголь. Сергей Федорович в очередной раз напомнил о необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток. Представители заинтересованных служб верят, что профилактика поможет сохранить жизнь и здоровье людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...